так сегодня у нас такая вот машинка за volkswagen golf универсал и мы будем ее ставить на ноги здесь у нас так вот грязненько но машина не айс сидухи кстати смотрите качество еще того времени двухтысячных годов какого года 90-х 96 скорее всего года смотрите что с потолком это дело он там стразики всякие вот они а это не стразики это предыдущий хозяин натыкал иголочки чтобы потолок не обвисал так-то прикольно смотрится но потолку уже все конец вот видите он уже весь обвисает год машины 95 12 месяц и вот что еще весь потек все желтое а купить короче здесь надо все разбирать все это снимать все ошибку обшивку весь люк разбирать все это чистить ну короче эта машинка у нас вот подочесник такой самодельный хотя он туда ручка обычно не очки лежат эта машинка у нас стряла на неделю за точно у нас останется чтобы сделать доделать все это почистим как всегда все приведем в порядок вот они эти булавочки на чем потолок держится все иголочки и все по вытаскивать и все потолок у нас обвиснет ну ничего обтянем новой тканью не знаю какой мы все отстегнули потолок сняли вот он получается вот они все иголочки натыканы держит обшивку потолка вот на этом каркасе ну потолку уже конец поролом весь облезает сейчас мы будем это все устранять хочу более наглядно показать что у нас вообще получается это шумка у нас так вот потолок мы сдернули смотрите вот такая вот здесь грязь везде девяносто шестой год пипец но важный момент сиденьки пацаны сохранились вообще в идеальном состоянии материалы безупречные поддержки вообще живые обычно рушится все это поддержка боковая целая раньше немцы делали вообще все отлично да вообще все сиденька все сиденья целы туда же не к чему придраться это по поводу поролона внутреннего обшивок форма сиденья здесь вот такая грязью к накопилась хоп это пипец пыли здесь конечно но это все ладно пропылесосится в те времена даже смотрите пир патрон стоит на ремни то есть при ударе он натягивает ремень безопасности и вас в сиденьку вжимаем чтобы вы не вылетели там никуда здесь вот такая вот небольшая паутинка вот они наши все пластмассовые части которые мы сняли это все вымоется все будет нормально вот они ручки желтые это регулировка ремней по высоте ну сами видите в чем тут прикол все грязное фу блин вот потолочек внимаем иголки и и и и и и и и так все на помойку и вот это вот чепуху вот смотрите да видно ох нифига себе смотрите 96 год даже муха сохранилась она живая них я себе она без одного крыла эй друг беги отсюда живи ладно прикол приколами работа работой отвлекся вот видно да тут смотрите можно даже рисовать что угодно пипец вот эту чепуху сейчас пылесосом будем снимать потому что к этому клеится точно ничего не будет охренеть а вот это можно надо бумагу а он тоньше то не будет не будет вот не желаю это иначе а он потом не приклеится И вот так вот пылесосим по всей площади этого потолка. Так все пылесосить мы закончили, всю эту чепуху очистили. И запинили вот эти пластмассовые части от обшивки соломы. Сейчас пусть она так грязь все пропитывается, потом щетками их еще натрем. Вот уже смотрите слезает, рыжина поползла. Ну, вот так вот это выглядит. А вот что у нас с солнечными козырьками. Вот результат нашей мойки пластмассовых деталей. Посмотрите разницу. Просто вот то, что было, это ржа на этой серенькой пластмасске, а теперь она как новая. Химия хорошо выедает, вот эти вот черные, не знаю, да все она выедает, и плесень, и просто грязь, и всякие затертости черные, вот пожалуйста. Ну, вот эти царапки, от них никуда не уйдешь, тут уже ничего не сделаем. Так, посмотрите, вот каким он был и каким он становится. Пластмасски все оригинальные. Что ни возьми, везде написано Modern Germany. Пожалуйста, Germany, W-W-O. Так, ну-ка, возьмем черную часть, посмотрим. Ну, это вообще, здесь она конечно уже покоцанная все, но по чистоте идеально. Так вот, ткань раскладываем, вот таким аэрозолем. Это клей. Аэрозоль наносим, вот такими соплями он ложится. То есть, и на эту поверхность тканевую, и на сам потолок. Снял, твою мать. Ну ладно. И все. Сейчас он схватится в эту поверхность, и в саму ткань впитается. И потом две поверхности склеиваем, и он очень хорошо держит. А, вы тут уже все? А, еще не натягивали ничего? А? А, только вот здесь приложили? А, тут еще не клеили что ли? А, то есть вот, начали только с центра, и сюда погнали его. А, это другой. А, другой, да? Да, блин. Ну тут уже, да, не такими соплями он ложится. Да, конечно, другой баллончик с другой. О, этому чуть-чуть полежать надо. И вот так вот каждую ямку, каждую дырочку разглаживаем. Четко он прям ложится, да? Это что за ткань-то? Просто ткань? Или карпет какой-то? Карпет. Тоже погладить, бля, малышку. Бля, охуенно получилось. Может и полы-то включим было, так? Новый балл. Идеально. Лайфхак. Нахуй, бля, соседи. Лайфхак. Хм, бля, соседи. Нахуй, бля, соседи. Ты не сожде? Нахуй, Бля, соседи. Вауи, бля, поседи. В смысле, ты его натягиваешь, чтобы туда ушло? Я вот это растягиваю, он становится в этом месте длиннее, больше его становится, соответственно, ему проще в ручку будет. Чтобы в процессе эксплуатации он не пытался отклеиться, заранее придаем форму. Внешнюю лицевую сторону наклеили, теперь переворачиваем потолок и обрезаем карпет. Немного оставляя, чтобы его потом просто так же клеем загнуть, чтобы никаких краев не было видно с лицевой стороны. Сейчас давайте посмотрим, что у нас с потолком получилось. Машина на улице стоит, окна уже немножко все одубели. Так, сейчас. Мы, кстати, пол еще тоже все вытащили, вот все лежит. Прямо из пуска его обмыли и все, он как новенький. А потолок, смотрите. Вот так вот у нас все получилось. То, что мы черным перетягивали, все идеально. Смотрите, пластмасски. Все вообще как новые стали. Ручки. То, что были и то, что стали новые. Вот только солнцезащитные противосолнечные козырьки вот эти, они такие желтоватые все равно остались. Но это видимо уже все. Ничего не сделаешь с ними. Ну да, вот. Желчизной отдает по сравнению вот с этой пластмассой. Ну все уже старенькое. Вот в чем проблема. Люк, чтобы его промыть и чтобы заменить обшивку, вот эту вот, на такой же черный, надо пластмассы распаивать. Либо высверливать клепки. Вот эта вот пластмасска вокруг люка, она на горячую соединена клепочками между собой. И все. Ее просто так не разберешь. Либо их надо высверливать, либо ломать. Но мы это делать не будем. Это очень геморройно. Мы просто почистим вот этот ткантик и сам люк. И соответственно почистим вот эту всю чепуху. Конечно грязновато здесь. Где можно все подварим. И машинка встанет на ноги. Вот смотрите. Это только химию набрызгали. Желтизна уже автоматически отходит. Грязь эта. Сейчас еще щеточками все пройдемся. Вот таким макаром. И будет все чистенько. Ну надеемся, что все отойдет. Конечно стопроцентного результата мы не знаем. Так смотрим, что у нас получилось с люком. Вот смотрите. Пластмасса отошла вся. Кантик немного, не знаю на камеру видно нет. Рыжеват нежели вот эта плоскость. Но в принципе как новая. Машина сохранилась в принципе нормально за столько лет. А давайте я вам еще двери покажу. Двери тоже почистили. Смотрите. Динамики чистые. Пожалуйста. Короче машина за свою цену вообще хороша. Тем более универсал. Все функционирует. Дворники. Сам переключатель что-то он замкнул. Дергается. То есть включая зажигание. Они постоянно работают. Но это мы тоже исправим. Все будет нормально. Все. Вольсваген Гольф у нас готов. Мы его преобразили. Какой он был. Как я ему стал. Это пипец. Две разных вещи. Из говна конфетку сделали. Лучше. Барусь. Молодец. Вольсваг. Субтитры подогнал «Симон»